Молодые и талантливые на одной творческой площадке. 5 августа в Тельвиске прошло торжественное закрытие 6-го молодежного форума «Тельвиска.Арт». Его участниками стали представители молодежного актива из Наринмара, Оксина, Великовисочного, Красного и Тельвиски. По традиции, форум посвятили народной культуре. На протяжении 10 дней ребята обучались актерскому мастерству, традиционным играм, народному пению, хореографии, игре на балалайке и гуслях. Все новые навыки ребята показали в итоговом спектакле. На премьере побывала и наша съемочная группа. Сваха со стороны жениха в гостях у родителей невесты выполняет свою главную миссию. На сцене старинного села Тельвиска идет премьера баллады «Жених», написанной Пушкиным в период Михайловской ссылки. В основе сюжета лежит народная сказка-новелла. Одну из самых колоритных персонажей Сваху играет Ксения Хозяйнова. Так вжиться в роль, по словам девушки, помогли талантливые педагоги. Мне нравится очень работа с нашими педагогами. Они нам очень много дают знаний. Лично для меня я получила очень много в плане танцев и песней. Я научилась брать ноты. Правильно брать ноты, держать дыхание. Не исполнять, а проживать каждую песню. Будь то лирическая, плесовая или обрядовая, учила педагог Московского института искусства и культуры Анастасия Колесник. Дети уже слышат, умеют чувствовать не только слова, не только мелодию, но и переживать героям, героям этих песен. За такой короткий срок, на самом деле, очень сложная программа. Но поскольку с детьми мы уже не первый год, радует то, что те ребята, которые у нас уже неоднократно принимают участие, они помнят песни прошлого года, они помнят какие-то свои реплики. И это, я бы сказала, ради этого стоит что-то делать, потому что они это делают с удовольствием. Кроме народного пения и традиционной пляски, ребят в рамках форума учили играть на балалайке и гуслях, а еще знакомили с традиционной мужской и воинской культурой. Элементами рукопашного боя окружных молодцев обучал специальный гость из Череповца Денис Антипов. Как говорит хранитель русской культуры, традиции для него не просто профессия, а образ жизни. Поэтому строгому деловому костюму он предпочитает народный. К примеру, вот зипун, такие зипуны, это верхняя такая демисезонная одежда, могли встречаться в разных регионах. Рубаха у меня вологодская наша, это позднее, начало 20 века. Пояс у меня не вологодский, это тверской пояс с молитвой. На нем есть молитва, вот можно. Волосы. Вчерашние ученики Дениса Антипина сегодня коллеги по сцене. С новобранцами мастер кулачных поединков за несколько дней уже успел спеться. Вот песня, которую мы разучивали с ребятами, песня донских казаков про войну, связанную с городом Севастополь, которую здесь вы тоже сможете услышать. Эту песню ребята схватили буквально за три повтора. А теперь все испытал, в Севастополе бывал. В чистом поле, в страшном горе, каждый день и каждый час. Все разученные воинские хоровые песни, яркие обряды и зажигательные пляски вошли в народную притчу «Жених», постановкой которой занималась художественный руководитель театра кедо-студии «Чердак» Инна Дунина. Мне очень нравится с ними работать и, самое главное, видеть результат. За полных, грубо говоря, 8 дней мы делаем спектакль, постановку, где не только драматическая, актерская работа, где работа с вокалом, с хореографией, с традицией, с костюмом, гримом. В общем, множество различных мастер-классов приходится давать за это время. И радуешься, когда вот такой день, как сегодня, когда мы все вместе собираемся, волнуемся, готовимся к нашей премьере. Волнения были напрасны. Премьера прошла на ура, о чем свидетельствовали громкие овации и искренние отзывы, причем не только от земляков. Случайно на молодежную премьеру попала и семья Гаврильевых из республики Саха. Я очень удивилась, что дети такие талантливые, прямо как будто бы здесь какой-то большой город, как будто они прямо здесь всегда. Ну, выступление очень понравилось. Настя плакала во время спектакля. Почему? Ой, я всегда очень ответственно так подхожу к всем спектаклям, мероприятиям в Доме культуры. Они очень трогательные. И я сама была более 10 лет участником самодеятельности, входила в танцевальный коллектив, поэтому для меня это все очень близко к сердцу. У них было очень короткое время для подготовки, но они сыграли на самом деле профессионально. 13 девчонок и 7 парней из разных уголков округа сыграли действительно профессионально. Но таких влюбленных в народное творчество ребят, желающих попасть на самую креативную молодежную площадку, по словам организаторов, телевизский арт гораздо больше.